Давайте попробуем применить это промежуточное знание, которое только что я постарался передать. Возьмем вот этот профиль. x равен 2, y равен 2, z равен тоже 2. Частота 91 в выборке. У нас 91,5. Очень большое отличие, согласитесь, от частоты нулевой. Большое отличие и от средней геометрической частоты. Вот, собственно говоря, средняя геометрическая частота по всей нашей выборке равна 2,34. Серьезное отличие. Давайте посмотрим на эффекты, которые формируют такое отклонение частоты данного профиля от базовой частоты. Вот здесь находятся эффекты. Мы видим, что частота для данного профиля достаточно большая благодаря следующим эффектам. Благодаря эффекту x, а прежде всего, благодаря эффекту z, третий по величине эффект x, z. Все остальные эффекты достаточно маленькие. Ну, может быть, еще какую-то роль играет эффект y. Что означают вот эти одномерные эффекты? Одномерные эффекты, по сути, означают всего-навсего то, как у нас сформировались в реальности квоты по выборке. То есть, по каким-то причинам мы опросили столько-то людей, обладающих свойством x2, столько-то людей, обладающих свойством y2, столько-то людей, обладающих свойством z2. То есть, это некое привнесенное в выборку свойство. Это не заключенная в выборке связь, а привнесенное нами при формировании выборки свойство. И эти свойства в данном случае прежде всего и обусловливают большую частоту. Однако, есть сравнительно большая величина у эффекта второго уровня x, z. Сейчас я не буду обсуждать, каков статистический механизм для оценки, действительно ли это статистически большая величина, или она не дотягивает до критического значения. Сейчас это обсуждать не будем, но, тем не менее, видно, что, допустим, вот эта величина в 2 раза, более чем в 3 раза больше, чем эффект x, y, и уж радикально больше, чем эффект y, z.